День на Домской. Продолжаем работу в прямом эфире. Прямо сейчас будем говорить о предстоящей сессии Одесского городского совета. Поговорим с Вадимом Терещуком, депутатом Одесского городского совета. Вадим, приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте. Ну, это завершающее. Кто-то готов сказать, что крайняя сессия. Ну, это последняя сессия уходящего 2017 года. Она очень важная, так как будет составляться бюджет 2018. Что ожидаете? Ну, завтра, кроме бюджета, еще будет много достаточно интересных вопросов рассматриваться. В том числе и земельные вопросы. Эти земельные вопросы мы опять, мы снова не знаем, что это будут за земельные вопросы выноситься, потому что комиссия заседает за день до сессии. Сегодня. Да, до сессии. Кроме того, опять нас уже предупредили о том, что будет завтра проводиться возле городского совета акции общественников. Повестку вы уже видели? Повестку видели, да. И был уже согласительный совет. Сегодня еще один будет согласительный совет по повестке. Давайте посмотрим видеоматериал, сюжет, который подготовили наши корреспонденты и вернемся к обсуждению. 14 декабря должна состояться очередная 22-я сессия Одесского горсовета. Предварительная повестка дня включает 8 блоков вопросов. Проекты решения о деятельности городского совета и его органов на 2018 год. Проекты решения о бюджете и финансах с отчетом за 9 месяцев текущего года и рассмотрением бюджета города Одессы на 2018 год. Депутаты собираются рассмотреть изменения в городскую программу «Электронный открытый город» на 2015 и 2018 годы, утвержденные решением Одесского городского совета от 16 апреля 2015 года. А также ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом. В программе также проекты решения об объектах коммунальной собственности, по земельным правоотношениям, о создании, ликвидации, смене, номиновании, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельности. Также собирается рассмотреть льготы по земельному налогу на 2018 год. Ну вот вопросы землеотведения и земельные налоги. Вот что касается земли, это два вопроса, которые будут рассматривать. Что касается льгот по земельному налогу, речь идет о том, что у нас в городе одним из больших землепользователей являются государственные предприятия, которые пользуются городской землей и, соответственно, должны бы приносить в казну деньги. То есть для того, чтобы, для поддержания инфраструктуры, которая обслуживает такие предприятия, здания, сооружения, дороги и так далее, все это требует осигнований. И эти осигнования производятся из городского бюджета. Но, к сожалению, при принятии государственного бюджета этим государственным учреждениям деньги не выделяют на то, чтобы на уплату этого земельного налога. Таким образом, их ставят в ситуацию, в которой город вынужден, в связи с тем, что у них бюджет, который спускается из запланированного сверху, не предусматривает такие расходы. Даже если мы им заложим, шанс получить их будет очень проблематичен. То есть о какой все-таки сумме идет речь? По разным предприятиям. Тут сумма достаточно приличная. Там фигурируют десятки, сотни тысяч гривен, которые город недополучает в результате того, что государственные предприятия и государственные учреждения. То есть это те государственные учреждения, которые управляются из Киева, то есть не предусмотрена у них уплата земельного налога в их бюджетах. По 55 миллионам гривен, которые в следующем году нужно будет выделить на школы, этот вопрос уже на бюджетной комиссии был проголосован. Правильно? Да. Ну, это вопрос, один из тех вопросов, которым я называю вопрос обратной децентрализации. То есть мы говорим о том, что в результате процесса децентрализации вроде бы как больше полномочий и денег должно было бы поступить в городской бюджет. Но вместе с этими возможностями и деньгами, средствами, которые поступают в городской бюджет, он у нас увеличенный в этом году, составит около 8 миллиардов, то есть то, что запланирован, бюджет, который мы будем принимать. Так, а почему здесь действует принцип обратной децентрализации? Обратная децентрализация, это в котором вроде бы как бы дали больше денег, но и возложили больше обязанностей. А теперь вы финансируете образование, а теперь вы финансируете еще не цены. С тема образования, речь ведь идет о пожароопасности в школах, и сейчас в этом вопросе городской совет должен быть напрямую заинтересован после трагедии Виктории. Безусловно, безусловно, и насколько я понимаю, вот эти 50 миллионов, то есть они в том числе выделяются на эти пожароопасности. Ну, учитывая бюджет города, неужели это такая серьезная сумма, о которой вот нужно говорить, что вот она прям вне плана? Это сумма в любом бюджете 2 миллиона долларов, это серьезная сумма, которая может быть потрачена с пользой там на другие. Но в этом случае, когда мы говорим о бюджете, надо понимать, что у нас бюджет, сначала принимается бюджет, а потом программа социально-экономического развития города. То есть мы сначала утверждаем бюджет, а под него верстаем программу социально-экономического развития. Хотя должно быть, на мой взгляд, должно быть все наоборот. Сначала мы определяем цели и задачи, а потом методы их достижения. Вот как раз программа социально-экономического развития города, это и есть тот план, на основании которого должен верстаться бюджет, а не наоборот. А мы каждый раз принимаем бюджет, а потом его практически на каждой сессии, вы знаете, корректируем. Вот, например, бюджет этого года, несмотря на то, что мы знаем, там инфляция, мы говорим о постоянном увеличении, фактически он 8 миллиардов. Но 8 миллиардов, это был бюджет города Одессы, по факту, уже на сентябрь прошлого года. То есть мы понимаем, что те цифры, которые есть сейчас в бюджете, они фактически занижены. Бюджет города составит 9, по разным оценкам, до 10 миллиардов гривен. И то, что мы принимаем сейчас, мы понимаем, что опять снова мы будем корректировать периодически каждый квартал минимум. В общем, не совсем понятно с этими 55 миллионами гривен на школы, которые будут выделены, когда они будут освоены. И будет ли осуществлен ремонт, необходимый ремонт школ в период новогодних каникул, которые будут отмечать и праздновать детишки. Ладно, об этом давайте после завтрашней сессии. Очередной раз говорят о том, что будут взяты какие-то деньги и снова положены на депозит. Мы не раз поднимали этот вопрос, когда брали миллиардный кредит, принимали решение о том, что надо взять миллиардный кредит, а на пару сессий до этого принимали вопрос. Поднимали вопрос о том, что нам надо разместить временно свободные средства в размере 800 миллионов. И разница, 800 миллионов тогда уложили под 12%, а планировали взять кредит под 17%. То есть 5% от 1 миллиарда, эта сумма составляет, если я не ошибаюсь, 50 миллионов гривен. Что касается освоения этого миллиарда, уже есть какие-то первые шаги? Сделаны они? Насколько я знаю, насколько мне известно, договор еще не подписан и деньги еще не подписаны. А сколько мы об этом говорим? Ну, как минимум месяца полтора-два мы говорим о том, что возьмем этот миллиардный кредит и освоим его в течение 2017 года. Вот уже мы на рубеже подходим, собственно, к окончанию этого года, а еще никаких денег мы не взяли. Ну, вы знаете, тот миллиардный кредит, который собирались брать под те проценты, о которых мы говорили, то, что, может, его и не взяли, может быть, это и не так уж и плохо. Вы же собирались брать, взяли же. Ну, не подписаны. Приняли решение, но на сегодняшний день деньги еще не поступили. Ну, освоить их прямо вот в 2017 год или 2018 год? Ну, я так понимаю, мне неизвестно. То есть я знаю одно, что, как мне сообщили, деньги еще не поступили, договор, договор еще не был подписан. Скажите, а вот инициатива, это Дениса Григорьева о ограничении продажи алкогольных напитков. Да, Денис действительно был, автор объявляется такой инициативы об ограничении продажи спиртных напитков после 10 часов в вечернее время. Это завтра на сессии будут рассматривать этот вопрос? Да. Этот вопрос постоянно то поднимается, то снимается. Это уже не... Эта инициатива, она уже существует в Киеве. Долгое время она оспаривалась в судах и, наконец, там было принято решение Верховного суда, которое все-таки говорит о том, что да, такое можно. И мы видим, что эта инициатива, она имеет позитивный эффект. Снижается уровень преступности. То есть это... Речь идет о том, чтобы ограничить продажу после 10 часов в ночное время в магазинах продажи алкоголя. То есть те, кто... Но подождите, речь ведь не о всех магазинах, правильно? Ну, да. Мафы, ну, маленькие какие-то. Да, совершенно верно. Вы будете голосовать, если что? Если... Дело в том, что надо посмотреть саму редакцию, но, в принципе, я поддерживаю эту идею. А вы употребляете алкогольный напиток? Ну, умеренном количестве. После 10-ти тоже бывает. Ну, ладно. Давайте по поводу акций протестов, которые, возможно, будут, которые анонсируют. Понимаете ли вы, с каким требованием будут выходить к стенам Одесского городского совета? И... Понимаете ли вы численность и масштаб этих акций? Я... Требование... То есть одно из требований, это связано с событиями в городском саду. То есть и события... То есть люди обеспокоены позицией власти в отношении того, что допускают... Да, было... Существует угроза того, что городской сад будет застроен торговым центром. То есть это одно из... Но очень часто такие события используются и как причина другими. Кто появится, что за люди туда придут, увидим завтра. Скажите, а есть, на ваш взгляд, есть повод или причины кому-то срывать сессию завтра? Вот прям срывать сам процесс сессии, пытаться войти? Понятное дело, что если уже есть заявление активистов, что будут проводиться акции протеста, у стен мэрии, скорее всего, будут и правоохранительные органы, которые будут охранять порядок? Я считаю конструктивно, это когда на сессию вносятся вопросы, которые могли бы, скажем так, повлиять на ситуацию. Либо же после того, как не были внесены вопросы, не были рассмотрены, не было принято решение, тогда эта позиция конструктивна и для меня понятна. Понятно, потому что кроме еще летнего сада существует еще ряд важных вопросов, которые рассматриваются на сессии городского совета, которые точно так же, точно такие же люди заинтересованы, простые одесситы, в принятии решений, в принятии того же бюджета, поддержании каких-то социальных выборов и так далее. Но, на мой взгляд, более конструктивная позиция, это когда подготовить решение. У нас в городском совете есть достаточно много депутатов, которые готовы вносить предложения от людей, которые поступают, и формулировать, и озвучивать эту позицию. Срывать сессию, на мой взгляд, если же, опять же, это крайняя мера, которую нужно использовать очень осторожно. Вадим, присоединяем к нашей беседе вашего коллегу Денис Григорьев, депутат Одесского городского совета. У нас на телефонной связи. Денис, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну вот, уже упомянули о вас в разговоре с вашим коллегой Вадимом Терющуком, который находится в студии, о вашей инициативе по поводу ограничения продажи алкогольных напитков после 10 часов вечера. Этот будет вопрос рассмотрен завтра, так? Правильно понимаем? Да, конечно. И мы также говорили с Вадимом о том, что эта инициатива уже была, и она поднята не впервые. Ваши ощущения, завтра проголосуют за вашу инициативу депутаты, или все-таки она также будет обсуждаться, но не приниматься? Ну, скажем так, я надеюсь, что за нее все-таки проголосуют. Я вынес данный проект решения с голоса. Объясню почему. Потому что 4 месяца назад, как положено по закону, мы должны были разработать данный регуляторный акт. Но так как мы не можем быть именно разработчиком данного регуляторного акта, его должно было разработать управление торговлей. Они, конечно, ничего не сделали. Ну, по непонятным причинам, а точнее, может быть, понятным для нас, непонятным для многих. В результате, вот за эти 4 месяца, я специально сделал даже статистику, я общался непосредственно с полицией, сделал запросы определенные. Вот за это время произошло 28 преступлений, скажем так. Это и ДТП, которые, ну, в пожиле нетрезвом виде, ну, и другие там хулиганства и так далее. Из них 28 вот этих же пьяных, скажем так, происшествий произошло в ночное время суток. Именно непосредственно с 10 до 6 утра. Это означает, то есть, если бы мы тогда разработали данный регуляторный акт, то, возможно, нам бы удалось избежать данных аварий, не дай бог каких-то... Ну, снизить их число, ну, возможно, снизить количество происшествий. Безусловно. Ну, посмотрим, как завтра этот вопрос получится рассмотреть и чем закончится обсуждение его. Давайте по бюджету несколько слов скажите, какие важные вопросы вас беспокоят в отношении принятия бюджета 2018 года? Ну, скажем так, тут ничего нового нету. Есть единственная интересная такая ремарка. Насколько я знаю, управление культуры сейчас, ну, которое подчиняется непосредственно нашей люди, ну, так сказать, не управление, а департамент, который является от города главным над памятниками архитектуры, именно средними. Потому что сейчас я непосредственно этим занимаюсь. Им ведут полномочия самим штрафовать. То есть тех застройщиков, которые сделали, ну, некорректные, либо неправильные застройки нашего города на памятниках, которые являются все-таки достоянием нашей страны и непосредственно одесситов. То есть сейчас им ведут полномочия, они смогут от 7, по-моему, тысяч до 170 тысяч гривен сами выносить штраф. Это кроме того, что может еще вынести и штраф, и КАСК, ну, и остальные все, скажем так, подразделения. — Еще один вопрос по поводу спокойствия предстоящей работы, акции протеста, которые анонсируются, и появление активистов и одесситов у стен Одесского городского совета. Вас не смущает и не возникает волнения? — Ну, скажем так, лично меня вообще не смущают, особенно такие акции. Если они мирные, то в какой-то степени я их даже поддерживаю. Насколько я знаю, завтрашняя акция в основном приурочена к вопросу по летнему театру, но и тоже, насколько мне известно, данный вопрос будет снимать с повестки дня в связи с тем, что если этот вопрос все-таки пройдет сессионное решение, то тогда его смогут обжаловать в судебном порядке. И, ну, так как он подан не совсем в корректной форме, его смогут обжаловать и этим укрепить свои, скажем так, позиции. И тогда получится так, что мы дали возможность, ну, сегодняшнему собственнику данного объекта усилить свои позиции и очередной раз в суде доказать, что он прав. И тогда мы вообще не сможем ничего сделать. Поэтому данный вопрос нужно было бы, ну, как правильно разработать более детально, а после этого выставлять его уже на сессию. Соответственно, если завтра уже будут пикетировать мэрию именно по этому вопросу, ну, как бы уже будет неуместно. А все остальное, насколько я видел, более-менее там проходит гладко. Спасибо вам большое, Денис. Денис Григорьев, депутат Одесского городского совета, был на телефонной связи. Возвращаемся к вам, Вадим. Вадим, вопрос, который мы с вами обсуждали две недели назад, вы нам давали обещание прямо в этой студии по поводу материалов по досудебному расследованию «Лагерь Виктория». Вы обещали, что сама помощь займется этим вопросом и узнает, значит, что там. Да, то есть мы как раз, это один из вопросов, который мы там забираемся завтра поднять. То есть еще не понимали, две недели прошло, не понимали. В отношении летнего сада. В отношении летнего сада мы планировали сделать, планируем завтра сделать запад в отношении того... Я про Викторию. Которую сейчас, которые планировали застроить, в границе городского сада. И, соответственно, чтобы там действовало... И установили охранные зоны. Что касается Виктории, как я и говорил, это наша позиция. Мы хотим, чтобы нам озвучили материалы расследования по проведенному расследованию. Как известно, расследование закончилось. То есть те отстраненные чиновники снова на рабочих местах и продолжают выполнять свои функции. Мы хотим, мы считаем, что этому процессу должна быть придана максимальная публичность. И завтра будем поднимать вопрос о том, чтобы эти материалы этого расследования были обнародованы и были открыты для общественности. Да, но мы просто об этом говорили две недели назад. За две недели ничего не удалось сделать в этом направлении. За две недели ничего городской власти не сделало в этом направлении. Подождите, я не про городскую власть, я про вас лично и про самопомощь. Нам это не предоставили на сегодня. Но вы просили хотя бы? Мы просили, да. Или вы завтра будете все-таки просить? Завтра и еще раз будем. И еще раз. Да, поднимать завтра будете. Да, одно изначально. Жор, спасибо вам большое, что сегодня поработали с нами. Конструктивной вам работы завтра всему депутатскому корпусу. Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета, был у нас в гостях. Далее новости. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями к этому часу. После новостей вернемся в студию. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова